МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольги Пырычкиной в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В списках только женские имена. Глава республики сегодня вручал государственные награды прекрасной половине человечества. На эту церемонию не был приглашен ни один мужчина, а за исключением операторов, главы города и сотрудников администрации Михаила Игнатьева. Такое случается только накануне 8 марта. Сегодня в Доме правительства звучали фанфары для 25 героинь. Учителя, медики, журналисты, артисты, сотрудницы промышленных предприятий. Многие получили награды Российской Федерации. Большинство – звания заслуженных работников республики в разных отраслях. Одной представительнице прекрасной половины человечества вручили знак отличия за безупречную службу в органах местного самоуправления. Глава Чувашия отметил, что сегодня развитие региона невозможно представить без инициативных женщин, и совершенно неважно, в какой сфере они трудятся. Вы своим примером убедительно доказали, что современная женщина может добиться успеха во всех сферах жизни общества. И государство должно поддерживать вас в этих устремлениях. Работая в должности президента и главы Чувашии, все эти годы я отдавал и отдаю свои силы, чтобы на Чувашской земле было комфортно жить, трудиться, создавать крепкие семьи. У меня стимул работать еще лучше, эффективнее. И хотел бы поздравить милых дам с праздником. Будьте всегда красивы, любимы и успешны. Участницей этой торжественной церемонии стала и доцент кафедры вокального искусства Чувашского государственного института культуры Агриппина Иванова. Сегодня она получила звание заслуженного работника культуры России. Каков путь к подобным знаком отличия узнавала Мария Шоклева. Прям в космос поем. Заслуженный работник культуры Чувашии, а теперь и России, Агриппина Иванова поет сколько себя помнит. Развить талант ей помог педагог музыкального училища Станислав Кондратьев. Агриппина Зосимовна называет его вторым отцом. Затем была учеба в Казанской консерватории, а теперь она и сама преподаватель. Талант педагога я еще почувствовала в детстве, даже в классах пятых. Даю корову, хлебушек несу, коровушка смотрит. Говорит, я глажу по бокам, там же ребра. И чувствую, у меня руки вибрируют, и ребра коровы. Ой, думаю, у меня же тоже ребра есть. И вот я на себе мычание коровы тоже произвожу непроизвольно. Тогда ведь я это не знала, что это резонирование, резонанс. То есть я училась у природы и старалась все от природы взять. Как бы птичек изображала я, как они поют, соловьи, как они заливаются. Все-все звуки я голосом пробовала. Агриппина Зосимовна преподает академический вокал более 30 лет. Сотни ее выпускников работают солистами в Театрах России. Вот и Максима уже пригласили петь в Чувашский театр оперы и балета. Он очень благодарен судьбе, что попал в класс лучшего педагога. Мой педагог очень требовательный. Она очень хорошо и тонко все слышит. Все должно быть идеально для нее, чтобы ученик исполнял все правильно от начала до конца. Нигде не давать себе поблажки. Она не дает никогда себе поблажек и не дает ученикам. И учит их тоже быть такими целеустремленными. Сопрано, бас, баритон, тенор. Агриппина Зосимовна работает со всеми голосами. Говорит, методика одинаковая. С ее помощью можно превратить в хорошего певца даже человека, не обладающего природным даром. Вот у меня Сидорова Наталья была. Вот у нее в диапазоне 3-4 ноты было, и то они все беззвучные были. Представляете? Но девочка очень трудоспособная была. Мы сколько дыхательные техники проходили. Вечерами, забывая о времени, мы с ней смотрим время 9 часов. Ой, смотрим время 10. Вот. Я ей сначала все объясняю, рассказываю, а потом теперь говорю, давай на практике все это сделаем. Вот так научились петь. И в конце концов диапазон почти в 3 октавы стало. У Агриппины Зосимовны совсем мало свободного времени. Но она успевает посещать спортзал, проводить выходные с внуками и путешествовать. Мне трудно отделить личное от работы. Я вот честно клянусь, не кривя душой. Я вот счастлива. Вот настолько на студентов, на своих учеников втрачу время и все свои силы, и здоровье, и знания больше, чем для своих детей. И поэтому мне очень трудно. Вот это у меня нету разделения. Мечта у меня, чтобы еще более профессиональных певцов выпустить. Вот моя мечта. Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни, сказал философ Конфуций. Агриппина Иванова – яркий пример этой цитаты. Мария Шоклева, Сергей Рябчиков, Республика. Ну а поздравлять женщин в Республике начали уже накануне. Представители прекрасной половины собрались в театре оперы и балета. Там состоялся праздничный вечер «Голоса любви». Подробности в следующем материале. Женщина – это целый мир. Прекрасный, волнующий, непредсказуемый. Во все времена мужчины пытаются разгадать свою вторую половину. И тот, кому это удается, счастлив. Наши женщины еще и великие труженицы. Они добиваются успеха на любом поприще. И об этом сегодня говорили на вечере. В Республике немало делается для поддержки материнства и детства, укреплению семейных ценностей. Уже сейчас в систему охраны здоровья матери и ребенка активно внедряют прогрессивные медицинские технологии. Динамичными темпами ведется строительство детских садов, что позволяет матерям быстрее вернуться к профессиональной деятельности после очередного декретного отпуска. Состоялось вручение награды за заслуги в области здравоохранения, промышленности, педагогической деятельности, местного самоуправления. Образ женщины воплощает в себе все самые светлые и лучшие жизни. Испокой веков представительницы прекрасной половины олицетворяли нежность и заботу вам, трудолюбие и прилежность, чуткость и терпеливость. Все свои лучшие поступки мужчина совершает ради вас, ради вашей улыбки, ради вашего счастья. Вы делаете мир ярким и добрым, дарите ласку и самые прекрасные чувства на земле – любовь. Для женщин был подготовлен концерт «Голоса любви». Кстати, его ведущей стала известная эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая Илона Броневицкая. Я женщина, а значит я опасна. Огонь и лед навек во мне одной. И я женщина, а значит я прекрасна. С рождения до старости седуна. К этой теме мы еще вернемся, а пока о других новостях. Республика может спать спокойно. Преступления в Чувашии совершают меньше, чем в Среднем по России и Приволжскому федеральному округу. Об итогах ушедшего года говорили на Координационном совете по обеспечению правопорядка. На 10 тысяч жителей 11 преступлений. Это хороший показатель для региона. По итогам прошлого года безопаснее всего оказалось жить в Яльчикском и Комсомольском районах. Ну а больше всего преступлений совершали в Козловском районе и Чебоксарах. В основном в 2014 закон нарушали те, кто уже делал это ранее. А стимулирующим фактором нередко был алкоголь. Несмотря на стабильную криминогенную обстановку, стражи порядка не расслабляются. Активная борьба шла и с преступлениями в сфере экономики, как результат 100 уголовных дел. Среди них 48 преступлений, совершенных лицами ответственными за реализацию государственных целевых программ. Кроме того, выявлено 492 преступления коррупционной направленности. Есть и проблемные моменты. Министр внутренних дел обратился к членам совета с просьбой сохранить финансирование программ правоохранителя направленности. Ведь речь идет о безопасности жителей региона. Ольга Пырочкин, Россий Мухаммедов, Республика. Зимой нельзя получить штраф за парковку на газоне, потому что невозможно оценить вред, нанесенный зеленым насаждением. Но это вовсе не означает, что парковаться здесь разрешено. Еженедельно сотрудники отделов ЖКХ проводят рейды по дворовым территориям с целью устранения нарушений. Под демонтаж идут автоблокираторы, цепи и другие ограждающие устройства. Фантазии нарушителей нет предела. Как будто бы все забыли, что противозаконный захват территории попадает под административную ответственность. Подобные действия владельцев нарушает статью 10 закона Чуварской республики и правила благоустройства города Чебоксары. В январе и феврале текущего года специалистами отдела ЖКХ администрации Ленинского района совместно с отделом полиции и управящей компанией демонтировано 28 метров цепей и 15 автоблокираторов. Все флаги регионов уже скоро отправятся в гости на Северный полюс. Накануне в Москве дали старт проекту «Арктика-2015». Кто войдет в состав экспедиции и к чему готовятся ее организаторы? С первых уст узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. От южных морей и до полярного края делегатов из более чем 40 регионов страны собрали в одном из самых больших залов общественной палаты. Но и здесь едва хватило места для всех, кто приехал в Москву на презентацию нового проекта. Уже в апреле из столицы на Северный полюс отправится самолет с флагами всех 85 субъектов страны. Экспедиция планирует финишировать на станции Борнео, и именно там будут развернуты полотна регионов. Подготовка к этому полету уже началась. На самом северном форпосте России, на земле Франца Иосифа, участники экспедиции проведут первую демонстрацию самого большого флага России, флагов регионов России, городов и социально-ответственных компаний. В состав первой группы входит 30 человек. Сопредседатели и руководители проекта «Арктика-2015» 6 человек. Члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы. Вслед за этим специальным рейсом на Северный полюс отправятся еще два борта. В состав экспедиции войдут и журналисты, и с самой крайней точки планеты организаторы планируют провести телемост. Герою России, нашему земляку Николаю Гаврилову, прекрасно известно, что придется испытать участникам этого проекта. Он не раз летал туда и сам, причем генералу-лейтенанту приходилось доставлять на Северный полюс и гостей из-за рубежа. К примеру, князя Монако. В этих местах, вспоминает он, царит капризная погода. В любую секунду на льду могут образоваться промоины, которые возможно преодолеть только вплавь. Каждый полет проходит очень на грани пола, потому что меняется погода, меняется видимость, нет магнитного поля Земли. Поэтому от летчиков, от моряков, от путешественников, от полярников требуется очень большая дисциплина и строгая подготовка. Погода меняется от нуля до минус 30 с большим ветром, снегопадом, туманом. На Севере наше присутствие, наше дружное присутствие означает всем нашим врагам, что мы по-прежнему сильны, дружны. И мы можем легко проводить такие акции и мероприятия в самых труднодоступных районах. Организаторы проекта готовы ко всему. Его участников поведет вперед известный телеведущий, председатель экологического движения «Живая планета» Николай Дроздов. Он говорит, что эта акция должна показать всему миру, что россияне – сплоченный народ и преданно любят свою родину. Это все же из космоса видно, это все снимается, это все вообще пропагандируется. То есть вот это информационное поле, о котором мы говорим, надо его активизировать, сделать, так сказать, взаимосвязанным, чтобы каждый регион все время все, что в нем происходит, сообщал бы другим, и это бы распространялось именно на тему вот такой вот культурно-патриотической. Если даже что-то там по погоде не получится, то мы все равно обязательно будем на земле Франции и Иосифа, где наши поселочки есть и российские. Мы поедем на остров Шпицберген. Церемония передачи флагов республик, краев и областей растянулась более чем на два часа. Участие в ней принимали полномочные представители субъектов, заместители региональных министров и депутаты. Своё место здесь заняли флаги Чувашия и Чебоксар. Для каждого субъекта организаторы установили строгие требования. На Северном полюсе будут представлены не только регионы, но и их столицы. Все флаги, в том числе и Чувашский, и Чебоксарский, отправятся туда вот в таких сумках света хаки. Размер каждого полотна составляет 3 на 4 метра, не больше и не меньше. Делегаты, которые привезли в Москву свой флаг, отмечают, что это по-настоящему почетная миссия. Каждому из них вручили специальные свидетельства и нагрудные знаки. То, что мы участвуем в этом, наряду с другими регионами, это очень знаково. Серьезное значение мы придаем. Участие в данной акции, кроме всего прочего, еще повысит и узнаваемость города, и, соответственно, немножко дополнительно, я думаю, привлечет и увеличит инвестиционную привлекаемость города. Эмоции самые позитивные, потому что это мероприятие привлечено к 70-летию Великой Победы. Это историческое событие, в котором Чувашский народ наравне с другими народами Российской Федерации, с русскими, татарами, башкирами, изменил ход мировой истории. Но яркая точка этому проекту будет поставлена 12 июня. В День России на Поклонной горе состоится красочный парад флагов регионов. Медриковалев, Андрей Спирдонов, Республика, из Москвы. Макро-региональный филиал Волгова ООО «Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса творческих работ «Безопасный интернет». В этом году на конкурс было прислано более 2000 работ со всего Приволжского федерального округа церемонии награждения победителей прошла в формате видеоконференции. Если сосчитать все время, которое сегодня подростки проводят в интернете, то в пересчете на жизнь оно составит почти 10 лет, говорят эксперты. Поэтому сегодня каждый родитель должен думать о том, чтобы это время проходило безопасно. Интересно, что сегодня и сами дети осознают эту проблему. Идея родилась довольно-таки давно, потому что проблема общения в социальных сетях, она очень глобальная в настоящее время. И многие люди, можно сказать, пренебрегают общением в реальной жизни и заводят как можно больше друзей в интернете. Участвовать в конкурсе можно было в различных номинациях – видеоролик, социальный плакат, стихотворение. Соня и Кирилл и вовсе создали целый мультфильм о том, каким негативным последствиям может привести выкладывание личных данных во всемирную сеть. Для этого ролика нам потребовалось лего-конструктор и различные бумаги, чтобы там, например, море делать и различные маленькие детали. Мы с моей учительницей и с Кириллом мы собрались в классе, там поставили отдельные парты и вот этот дом собирали из лего, чтобы сделать вот этот вот мультфильм. Как признаются члены жюри, оценивать ребят было сложно. Из 168 работ нужно было выделить три в каждой номинации, чтобы отметить как можно больше ребят. Учредили даже свои спецпризы. Я очень доволен. Я еще раз сказал, что по количеству работ мы ПФО занимаем четвертое место. И среди победителей именно на уровне ПФО есть представители Чувашской республики, что вдвойне радует, естественно, нас. Мы надеемся, что в следующем году мы пойдем в тройку. Благодаря таким конкурсам проблема безопасности в интернете становится общей. Решать ее легче. Влияют ли фильмы на нашу жизнь? Да, иногда очень сильно. А так произошло и с Ириной Павловой. С детства она любила смотреть детективы и вообще фильмы о милиционерах. С тех пор она видела себя лишь в этой профессии. И с далеко не хрупкой, отважной девушкой познакомились мои коллеги. Что у вас произошло? Сказали, варжа, карта заплатированная. Ирина Павлова – капитан полиции. Работает в уголовном розыске уже 8 лет. Чаще всего женщины в таком отделе занимаются бумажной работой. Ирина предпочитает оперативно-розыскную деятельность. Она занимается далеко не кабинетной работой, не в аналитической группе, а, что называется, непосредственно на улице, на земле. И постоянно, каждый день имеет, скажем так, контакты с тем обществом, которое является, скажем так, объектом нашего внимания ежедневно. У Ирины Павловой свои секреты в работе. Она просто уверена в том, что сотрудник уголовного розыска должен быть приветливым и уметь располагать к себе. Нужно встречать все-таки, наверное, с мягким понимающим характером, потому что у него произошла и так беда. Он и так находится в состоянии стресса, ему тяжело. И когда он видит приветливое отношение к себе или мягкую улыбку, они раскрепощаются, им проще разговаривать, и с ними проще нарабатывать материал, так как они на контакт идут. Ирина легко находит общий язык с людьми. Эта черта в дополнение с профессиональными знаниями и помогает ей успешно раскрывать преступления. Безумный звездочет и столичная красавица. Трогательную историю любви в ближайшее время можно будет увидеть на сцене русского драматического театра. 7 марта там состоится премьера спектакля «Безымянная звезда». Увидеть спектакль раньше всех смогла наша съемочная группа. Подробнее в следующем сюжете. «Безымянная звезда» по этой пьесе румынского писателя Михаила Себастьяна снимали фильм. По мотивам произведения писали книгу о спектакле, шли на сценах разных театров мира. Теперь его увидят чебоксарские зрители. Теперь я могу узнать. Что? Вам я скажу, но вы никому не расскажете? Клянусь. Я открыл новую звезду. Где? На небе. Действие разворачивается в маленьком провинциальном городке. Однажды местный учитель астрономии заказал в столице невероятно дорогую книгу. Только вот с вокзала домой вместе с книгой он привез девушку, которую волей судьбы занесло в провинцию. Звездочет предложил красавице ночлег, и это стало самой удивительной ночью в его жизни. Большая медведица. Я никогда о ней не слышала. Разве вы никогда не смотрите на небо? Смотрю. Чтобы узнать, ясно или погода. Не идет ли дождь? Не идет ли дождь? Ну надо же мне знать, как одеться. Какие туфли? Какие туфли? А на звезды вы никогда не смотрите? Их вы не видите? У меня нет времени. Чем вы заняты? О, не спрашивайте. Я теряю голову. А вечера? А вечером я еще больше занята. Самое основное, ну инновационное, что здесь есть, это то, что здесь хореография не является вставным хореографическим номером, а здесь пластические номера являются связующей нитью, частью действия спектакля. Еще один момент, то, что главная героиня появляется в спектакле на пуантах. Для русского драматического театра это, наверное, ну что-то новое. Наверняка зрители будут сравнивать постановку с советским фильмом 1978 года и найдут много отличий. До самого долгожданного праздника весны 8 марта осталось всего два дня, и многие ломают голову над тем, чем же удивить своих любимых женщин. Как сильный пол подходит к выбору подарка, что следует дарить, а от каких сюрпризов лучше отказаться вовсе, подсказала мужчинам Юлия Важенина. Знаете ли вы хотя бы одну женщину, которая не любит цветы? Лично я считаю, получить такой подарок приятно каждой девушке. А вот чего совершенно точно дарить не стоит. Шоколадные весы, сковородка в форме сердца и романтическое путешествие в ленту, думаю, девушка вряд ли оценит. Национальная телевидение Чувашии решила помочь мужчинам республики и составила рейтинг самых неприятных подарков для дам сердца. На первом месте нашего рейтинга – парфюмерия. Полагаться лишь на ваши ощущения и делать выбор вслепую не стоит, за исключением проверенных марок. Сразу отметите прочь мысли о таких предметах, как полотенца, носовые платки, колготки и тапочки. Большинство этих подарков просто не принято дарить. Чудо-набор витаминов в комплексе со средствами от целлюлита и кремов от морщин – безумный вариант подарка. От такого презента женщина придет в ужас. Это же относится и к декоративной косметике, разбирается в которой далеко не всякий мужчина. Вы же наверняка не хотите видеть возлюбленную в боевом раскрасе какого-нибудь воинственного племени. Что еще девушки бы не хотели получить в качестве подарка? С этим вопросом мы обратились к прекрасной половине столицы Чувашии. Самый неприятный, наверное, подарок на 8 марта – это, скорее всего, невнимание от любимого мужчины. Плохое настроение. Что-нибудь, наверное, все-таки на кухню. Да. Ну, это наименее оригинальное из того, что может мужчина вообще подарить. Цветы – это что-то эстетичное, не знаю, бесполезное, наверное. Я не знаю, я так считаю лично. Мне было бы приятнее, если бы отвели время, ну и наедине были бы. Просто целый день наедине с любимым человеком. Самый худший – полная куча посуды и грязного белья, я думаю. А все остальное – подарок, он и есть подарок. Он не может быть худшим, лучшим. Это же от всей души. Наверное, если забудут поздравить. Дезодорант. А почему? Ну, не знаю. Как-то это банально. Невнимание родных и близких. Мужчинам этот праздник без сомнения прибавил забот. Что же все-таки подарить на 8 марта? Косметику можно подарить. Всем должно понравиться. Какой самый лучший подарок для девушки на 8 марта? Внимание. Внимание. Все, хватит. Какой самый лучший подарок на 8 марта для вас? Тюльпаны. Изумрудники. Да, точно, вы только что видели изумрудники. Тюльпан пойдет. Класс. А тебе? Часы, наверное. Я думаю, самое главное – внимание на самом деле. А подарок – это все индивидуально. Искренная любовь. Настоящая мужская. Традиционно цветы. А как вы считаете? Я люблю цветы. Наверное, что-то типа лучший мой подарочек – это я. Я уже подарок сделал на работе. У меня, значит, я купил им очень сладкие конфеты. Они очень обрадовались. Цветы-то завянут, завтра выбросят. А конфеты – все-таки же это материальное что-то. Бесспорно любить, ценить женщин, говорить им комплименты, окружать заботы и дарить подарки нужно постоянно, а не раз в году. Но в ожидании международного женского дня каждая девушка ждет особых поздравлений. Выбирайте с душой, и тогда любой подарок непременно обрадует любимую женщину. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. На герой следующего сюжета уже точно знают, что подарить своим мамам. К 8 марта воспитники детских садов столицы учат стихи и мастерят подделки. В библиотеке имени Маяковского проходят тематические мастер-классы. Посмотреть, какие подделки готовят ребята своим близким смогла Татьяна Леонтьева. Воспитанники детского сада номер 97 уже не в первый раз приходят сюда на мастер-классы. И каждый раз придумывают что-то новое и необычное. На этот раз им удалось сделать поздравительные открытки и корзинки с цветами для своих близких. Девчонки и мальчишки подготовились к празднику основательно. Даже стихотворение разучили. Полюбуйтесь нашей мамы, как мы возмужали, подтянулись, подросли, мышцы подкачали. Хоть еще мы маловаты, но отважны, как солдаты. Мамочку любимую будем защищать. Солнце и счастье на земле будем охранять. Это знают все на свете, знают взрослые и дети. Знаю я и знаю, что мама любит что? Биби! Такие мастер-классы шли в библиотеке целую неделю. Бумага, текстиль, другие подручные материалы. Желающих смастерить подарок своими руками было много. Мы стараемся научить детей видеть прекрасное, видеть красивое. Потому что если они красиво сделают, то стараемся помочь им, чтобы они сделали красиво. Потому что когда даришь подарок, сделанный своими руками, маме или бабушке, конечно, это совсем другое отношение, чем они пойдут с папой и купят какой-то подарок. Поздравляем! 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 Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. В канун весеннего праздника мы принимаем поздравления не только от своих мужчин. Сегодня женщин автомобилистов поздравляли и сотрудники ГИБДД. Цветы из рук инспекторов получила и Марина Рябцева. Сегодня на дорогах столицы Чуваши экипажи ДПС останавливали преимущественно женщин. Праздник вам искупающим? Очень приятно. По такому поводу останавливают. Спасибо большое. Сотрудники ГИБДД поздравляли женщин-водителей и их пассажиров. Дарили цветы и специальные праздничные наклейки на автомобили. Дети получали конфеты. Малышка, у тебя есть 8 марта. Спасибо огромное. Здоровья цветы. Спасибо огромное. Очень приятно. Весенняя акция проходила под личным контролем начальника управления ГИБДД Чуваши Владимира Романова. Некоторым автолюбительницам посчастливилось получить цветы из его рук лично. Отличный состав госавтоинспекции пожелать вам доброго путешествия. Спасибо большое. Территорией поздравлений стали не только Чебоксарские улицы. Сотрудники ГИБДД заехали и в одну из автошкол. С наступающим праздником Владимир Романов поздравил и тех, кого сотрудники ГИБДД обычно не останавливают – водителей троллейбусов. Цветы и благодарности были вручены и кондукторам. Сотрудники ГИБДД не забыли поздравить и пешеходов. Желаем вам здоровья, счастья, ну и, конечно же, ровных и безопасных дорог. Дорогие и милые женщины и все участники дорожного движения. Кто сегодня находится за рулем, кто сидит в пассажирском транспорте. Разрешите вас поздравить с наступающим праздником. Праздник весны – это приносит нам добро и счастье. Мы знаем, что в этот день мы хотим пожелать все, и как личный состав госавтоинспекции, всем удачи и здоровья. Такая весенняя акция ГИБДД продолжится и в праздничные выходные. Марина Рябцева, Николай Яковлев, Республика. Такой стала эта пятница глазами корреспондентов национального телевидения «Чуваша». Я и вся мужская половина нашего канала поздравляем женщин с наступающим праздником. Будьте любимы и счастливы!